Добрый день, уважаемые телесвители, уважаемые любители спорта. Мы начинаем трансляцию финалов второго соревновательного дня чемпионата мира по матрестингу. И сегодня мы увидим решающие поединки в четырех весовых категориях у мужчин и в двух категориях у женщин. И начнут поединки именно в девушке в весовой категории до 55 килограммов и до 65 килограммов. Всего у нас на чемпионате мира, на четвертом чемпионате мира, который проходит в эти дни в Якутске, участвуют представители 42 стран из различных континентов, в том числе из Африки, Южной Америки. И сегодня мы увидим многих из них в финальных поединках. Да, и сейчас в борьбе за бронзовую медаль выйдут девушки в весовой категории до 55 килограммов. Представительница сборной Белоруссии Диана Корчанская и сборную России будет представлять Наталья Черноградская. Это можно назвать сенсацией второго дня нашего чемпионата. Наталья Черноградская уже в первом круге соревнований проиграла спортсменке из Кыргызстана Дильбаре Иманкановой. И она уже будет в финале выступать против спортсменки из Венгрии. Но это нас еще ждет. Ну а пока мы посмотрим за бронзовыми финалами. Те зрители и зрители, которые видели наш первый день трансляции, наверняка запомнили финал весовой категории до 105 килограммов, где выступал наш российский масс-рестлер Дмитрий Попов. И в ходе финального поединка сразу две палки были сломаны. Наверное, это войдет уже в баналы истории, в историю развития масс-рестлинга, якутского национального вида спорта. Давайте, мы уже ждем. Все арбитры, судьи готовы. Сейчас будут объявлять спортсменов. Накануне спортсмены сборной России довоевали семь золотых медалей. Одна медаль, к сожалению, бронзового отлива. В общем, в зачете, конечно, уверенно, первое место. Ну и сегодня мы многих россиян тоже увидим в финальных поединках именно за золотые медали. Конечно, очень хорошо себя показали на этом чемпионате атлеты из Кыргызстана. У них уже в активе одна золотая медаль. И вот сегодня среди девушек также представительница этой страны вышла в финал. И она, я думаю, будет фаворитом в этой встрече. Так что у них очень хорошие шансы завоевать во второй день соревнований и вторую золотую награду. Очень красочная оформлена арена. Это центр спортивной подготовки «Триумф». Наверное, редко так, когда бывает настолько красочным, красивым. Конечно же, многие зрители сейчас наблюдают за перипетиями чемпионата мира по телевидению. С самого утра у нас проходят трансляции в прямом эфире. И, конечно же, финалы – это обязательно просмотру. Можно сказать, несмотря на то, что сегодня будничный день, я думаю, что внимание зрителей действительно большое сегодня. С одному из самых масштабных событий не только у нас в Республике, но и в России. И это, я еще раз повторю, признано и на уровне Министерства спорта Российской Федерации. Чемпионат мира по мосреслингу вошел в число самых важных спортивных мероприятий 2022 года. Да, и молодые, и уже в преклонном возрасте. Болельщики очень много таких сегодня в зале. Я думаю, что будет еще больше. Сегодня мы, кстати, увидим и предварительные поединки в абсолютной весовой категории. Записалось достаточно много атлетов, так что мы увидим габаритных парней и девушек, которые будут оспаривать медали в абсолютном весе. Ну а финалы мы увидим завтра по якутскому времени в 15.00. По московскому в 9 утра. И, конечно, это будет одно из центральных событий национального праздника ИСЭХ, ИСЭХ Туймады, главного нашего праздника, праздника встречи лета, летнего изобилия. Это будет очень масштабное в этом году событие, которое также приурочено к столетию автономии нашей республики, Якутской автономной республики. В этом году очень широко отмечают. И, конечно же, и чемпионат мира по масс-рестлингу тоже входит в число этих мероприятий. Очень много приветствий в адрес чемпионата мира, организаторов, участников, всех болельщиков. Арбитр на помосте. И сейчас мы увидим схватки. Женщины, весовая категория 55 килограммов, группа «Б». На помост приглашается Диана Карпчинская, Беларусь. Наталья Черноградская, Россия. Поединок за третье место. К нам присоединяется вице-президент Всероссийской Федерации масс-рестлинга Владимир Алексеевич Цуканов. Здравствуйте. Да, и мы начинаем с первого поединка за бронзовую медаль. Сегодня весовая категория до 55 килограммов. С красного угла Диана Карпчинская, Беларусь. И Наталья Черноградская представляет синий угол. Наталья, конечно, расстроена тем, что не смогла выйти в финал. Но, тем не менее, для нее, конечно, очень важно сейчас выиграть бронзу. Ну, я не сомневаюсь, что она выиграет. Да, вы правильно сказали, что она рассчитывала побороться в финале. Да, за золотую, конечно, да. Да, потому что Наталья является одной из самых титулованных масс-рестлеров среди девушек, да. Вообще, можно, наверное, назвать ее одной из лиц масс-рестлинга, мирового масс-рестлинга, потому что является она и чемпионкой мира последнего чемпионата, да. И, конечно же, очень много наград и на уровне чемпионатов России, чемпионатов республики. В общем, титулованная спортсменка и, конечно, первую попытку она взяла очень уверенно. Первую схватку, я думаю, так же будет и вторая схватка. То есть, ну, она явно это... Да, превосходит и в мастерстве, и, наверное, в физической, действительно, готовности свою соперницу из Белоруссии. Но, конечно... Это спорт, да. В масс-рестлинге, если встречаются два сильнейших спортсмена, не в финале, то один борется только за третье место. Поэтому частенько бывает... Не частенько, но бывает, что второе место слабее третье. Ну да, Жеребевка сложилась таким образом, что они встретились уже в первом круге, да. Но Наталья с хорошим настроением. Это, конечно, правильно настроить такой, да, позитивный. И поздравляем с бронзовой медалью к чемпионату мира Наталью Черноградскую. Одна из самых титлованных спортсменов Республики Саха-Якутия, да и мира. Да. Я думаю, ее прогресс стал сенсацией. Да, конечно, это сенсация второго дня. Да. В большом спорте без сенсации не бывает. Поэтому... Ну а сейчас, опять же, в борьбе за бронзу мы увидим представителей Узбекистана и Кот-де-Вуара. Африканский континент у нас, опять же, в финалах, в малых финалах. Да, мы все знаем такую политическую обстановку. Поэтому многие спортсмены из стран Европы не участвуют. Но зато у нас очень много представителей Африки, Азии. И вот за медаль даже представители Кот-де-Вуара, да? Да, Кот-де-Ва. Ну, мы увидели повтор. Конечно, без сомнений, Наталья выигрывает этот... Да, она заслуживает более высокой награды. Но еще раз повторим, в спорт есть спорт. Да. Сенсации бывают. Да, и выходит на помост Уршания Камзина, сборная Узбекистана. И вот Кот-де-Вуара. Очень колоритная внешность у девушки, да? Замечательная прическа. Или даже головной убор, да? Да. Да, международная федерация пошла, учитывая менталитет некоторых стран. Поэтому внесены изменения. Допускается головной убор, допускаются длинные шорты. Докрывающая, именно для того, чтобы не сужать. Анна-Мария Фелисити Ака Этьен. Вот такая вот. Да. Ну, мой прогноз, потому что в Узбекистане мастерственно здорово развивается. Очень много. И соревнований проводят на высоком уровне Узбекистан. Узбекистан. А вот в Российской Федерации, да, за которую вы ответственны, я, насколько я знаю, 63 региона, да, задействованы в работе Всероссийской Федерации. Ну, немножко меньше. Да. Тут тоже еще проблем в России много. Я имею в виду с развитием мастерства. То есть еще предстоит очень много сделать, да? Да, да. Ну, вот мой прогноз оправдывается. Спортсменки из Узбекистана выиграют первую схватку. Ну, я думаю, что она выиграет и вторую схватку, и вторую бронзовую медаль завоюют в этой весовой категории. В этой весовой категории 55 килограмм. Расанья Камзина. Спорная Узбекистана. Очень много спортсменов из Узбекистана, да? Да, я уже сказал, они очень, у них развитие. Они из стран Азии, наверное, выступают только Киргизии. Киргизии более. Ну, я с вами даже не соглашусь, потому что здесь лучше выступает сборная Пакистана. Очень хороший результат у Пакистана. И в первый соревновательный день у них есть уже и серебряная медаль. Да, Пакистан. И сегодня они, кстати, будут бороться за медали тоже. Да, Пакистан тоже. Ну, у них рывок, по-моему, даже уже последние годы, да? Серьезный проходит. Да, результаты показывает, конечно. Но в Пакистане очень много людей живет. До 220 миллионов, если не ошибаюсь. И, конечно, если популяризация пойдет по такому же интенсивному пути, то, я думаю, в будущем очень серьезную конкуренцию они будут в составе. Ох ты! Нет, ну, да. Арбитр показывает... Узбекские спортсмены предупреждения. Предупреждения. Предупреждения, да. Со мной не согласилась спортсменка из Горде Вара. И настроена очень... Очень хочет получить медаль. И приятно посмотреть такие поединки. Может быть, узбекская спортсменка немножко расслабилась? Расставляй ноги, да! Ну, все-таки финал. Не надо расслабляться, да, наверное? Ну, борьба за медаль. Проигравший медаль не получает. Эк-чет! Да! Стартовала сейчас хорошо спортсменка из Узбекистана, но пока держится... В защите. Да. Спортсменка с синего угла пока держится. Нельзя поворачивать палку выше 90 градусов. Больше 90 градусов. Пока держится. Пока держится. И, как мы видим, на лице ее спокойствие. Хотя положение сейчас у нее незавидное, конечно. Да-да-да, очень молодец. Свисток, по-моему, да? Свисток. Второе предупреждение. Завкручивание, да, по-моему, палки. И поражение. Счет становится 1-1. Да, это очень интересно уже. 1-1. Завкручивание палки еще одно предупреждение. Если получает спортсменка два предупреждения, то она автоматически проигрывает вот эту схватку. Да. И сейчас уже счет 1-1. И будет решающая схватка между двумя спортсменками. Очень спокойная, да, девушка? Защищалась очень хорошо. И это принесло ей свои плоды. Посмотрим, что будет в решающей схватке. Красный выбирает хват. Да, хват выбирает девушка из Узбекистана. Давайте мы досмотрим, конечно, этот финал. Вот этот интересный поединок за вторую бронзовую медаль для своей категории женщин 55 килограмм. Вот нам показывает. Вот здесь я еще хотел сказать, что вот если будет перекрут, она проиграет. И как раз он произошел на этот перекрут. Я смолчал, но... Мне хотелось наговорить. Да, да, да. Но тем не менее. 1-1, ну, для зрителей это лучше, конечно, когда счет 1-1 и решающий поединок. Ну, я думаю, сегодня мы много увидим. Таких исходов, да? Потому что для некоторых получить брукзу медаль на чемпионате мира это очень крутой результат. Только могут спортсмены из сборной России не очень радоваться брукзовой медали. А так... У меня бы там был один случай в промежуном соревновании. Так подъиграл свою. Только россияне могут не радоваться брукзовой медали. Да, ну, конечно, да. Конечно, мы пока еще номер один в мире масс-рестлинга, да, Россия. Но наступают на пятки. Особенно, как мы видели, Кыргызстан, да, спортсмены из Кыргызстана очень серьезные силы представляют. Ну, только в Кыргызстане, конечно. И еще одно. Да, фальстарт. После БЛМ стартовала она, да. После Чая, да? Да. Но стартовала спортсмена хоть синий. Да, 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 да. Орбит немножко не разобрался и показал неправильное предупреждение. Мы видели, да, что все-таки первая начала... Да, я согласен. Синя. Справедливость восстаржировала. Ну, все решит, надеюсь, все-таки не предупреждение, а честная борьба. Вот что главное. Я тоже сторонник, чтобы именно... Почетче. Да, уже Балин, мне кажется, сейчас может не выдержать у спортсменки из Кот-Тивуара, но пока она держится. Пока она неплохо держится. Да. Хорошо атакует спортсменка из Узбекистана, но перетягивает на свою сторону. Да, да. Балин Кейс, Кот-Тивуар, не, скручивает. Да. Ну, зачем это надо было сейчас делать? Второе предупреждение, к сожалению, проигрывает. Но была близка. Она была очень близка к победе. Зачем было сейчас перекручивать? Неопытность не поможет. Да, конечно. Хоть представители страны подали протест, но это не поможет. Да. Обидно, конечно, очень обидно. Явная ошибка спортсмена. Да. Спортсменки. Ну, я думаю, из-за неопытности. Конечно. Там ей надо было просто чуть-чуть в атакующем постоять и упустила медаль. Но зато подарила упорный нам поединок. Да, Владимир Алексеевич, спасибо вам за сакомментарий. Да, к нам присоединяется наш сакомментатор, наш коллега Роман Гришин. Спасибо. Внимание, финал. Женщин рисовая категория с 55 килограмм. На помощь приглашают Синтия Чёрташ, предкая Илба Неванкатова. Да, действительно обидно упускать победу, при том, что был реальный шанс выиграть бронзовую награду у спортсменки из Кот-де-Вуар. Но, к сожалению, вот неопытность подвела эту атлетку. Вот смотрим, да, она, уже палка на ее стороне, и можно было сейчас просто вытянуть на свою сторону, а она уже перекрутила палку, что нельзя по правилам. И, конечно, второе предупреждение и поражение ей засчитано. Ну, конечно же, поздравляем спортсменки из Узбекистана. Она получает бронзовую награду Уршанья-Камзина. Да, Роман. Переходим к следующей паре. У нас весовая категория до 55 килограммов. Венгрия и Киргизстан. Сейчас встретятся на помосте. Да, как я уже говорил, именно спортсменка из Киргизстана, Дильбара Иманканова, стала обидщицей россиянки, смогла у нее выиграть уже в первом круге, и теперь она претендует на награду золотого достоинства. Ее соперница представляет команду сборной Венгрии. Синтия Чордас. Всего две весовые категории сегодня у девушек было представлено, но... Ну и пар вообще, да, вот здесь вот в весе до 55 всего лишь вот одна пара. Да. И очень легко перетягивает пара. Только золотой финал, но мы видели две бронзовые награды уже, да. В целом их было чуть побольше, конечно, девушек. И очень уверенно выигрывает, конечно, первую схватку Дильбара. Так долго Синтия готовилась, так настраивалась. Я думал, что она прямо со старта сразу же стартанет и вытернет палку. Вот здесь, да, напряжение читается во всех действиях, а ее так вот раз и перетянуло на свою сторону спортсменка из Киргизстана. Ну, для спортсменки из Венгрии, конечно, это уже выход в финал, это уже неплохой успех. И я думаю, что в целом спортсмены из Венгрии показали хорошие результаты у нас. Мы вчера как раз после турнира еще обсуждали и с спортсменами, и с тренерами. И многие говорят, что, вот сами говорят, что нам хочется, чтобы с нами соперничали еще активнее, еще серьезнее, потому что у некоторых мы соперников даже не заметили. То есть нашим, те, которые вот вчера лидировали, им хочется уже более серьезного противостояния. И попыталась перетянуть Синтия сейчас палку на свою сторону, но так же, как и в первой попытке, оказывается она на синей стороне помоста. Поздравляем сборную Киргизстана со второй золотой медалью чемпионата мира. И забоевала ее для своей страны Гильбара Иманганова. 2-0. Чистая победа. Осетия Чордош уезжает домой с серебряной наградой. Также наше поздравление команде Венгрии. И повтор традиционный. Все-таки, да, гораздо технически оснащеннее Гильбара. И достаточно спокойно она забирает этот раунд тоже. Да, и еще одна весовая категория у девушек. На этот раз уже чуть побольше будет весовая категория, 65 килограмм. Серьезное противостояние, такое внутримонгольское получается. Да, две спортсменки из Монголии. Монгтуя Кунгху и Сарантуя Дзида Базар. Не просто, конечно, выговорить имена, но... Ну да, монгольские имена и фамилии, они, пожалуй, одни из самых сложных для комментаторов вообще. Ну, для нас, для русскоязычных. Во второй день уже привыкаешь понемногу, да. Подготавливаются девушки к старту. Сигнал пошел и... Легко, достаточно. Да, Хохо. Такая фамилия у девушки. Онхтуя Хохо. Но сборная Монголии тоже одна из самых многочисленных на нашем чемпионате. И заслуженно наверняка уже мы знаем, что у них сегодня в этой весовой категории будет награда. Но посмотрим, сможет ли во второй схватке оказать сопротивление Дзида Базар. Готовятся девушки ко второй схватке. На старте еще не раздергивают друг друга, просто фиксируются именно на захвате. И тянут обе. И попробовала перешагнуть сейчас Сарантуя в сторону. Молодец, да. На свою половину перетягивает палку и упирается, видим, оттягивает таз назад. Очень упорное противостояние вцепилось в Монголии. Алко просто мертвым хватом получается. Но ей, да, ей нужно выиграть только лишь эту попытку и пытается скрутить. И на Базар не получилось, да. Все-таки 2-0 в пользу Монголии. Уху. Да, Сарантуя улыбалась уже в концовке. Ну, чувствовала, что отпускает, да. Все-таки поздравляем Монголию с этой победой и бронзовой наградой чемпионата. Улетается на палку! Улетается на палке! Улетается на палку! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Эмбат Нуржанова и Нараяна Трофимова. Тоже, конечно, мы ждем эту встречу. Это уже пятый круг весовой категории 165 килограммов. И в случае, если Нараяна выиграет этот поединок, то становится она чемпионкой мира. Первый финал с участием россиянки. Да, вот она сейчас как раз на ваших экранах, в синей форме. Комбат, соответственно, красный. Ее тренер, это настоящая легенда масс-рестлинга, Анатолий Анатольевич Байшев. Это человек, которого знает каждый, кто хоть немного знаком с масс-рестлингом. Да, здесь... И Роман вы уже знаете, наверняка. Фамилия, да, фамилия точно мне попадалась при подготовке. И здесь, когда мы обсуждали, все говорят, да, да, больше, больше. Внешний захват берет представительница России. Сразу на подкручивание. Комбат заворачивает кисть. И... Ух, как стартовало! Вот это да! Вот это да, действительно. Очень мощный старт. И, да, первая попытка остается за представительницей Кыргызстана. Еще одна очередная сенсация на подходе. И возможно ли такое, чтобы в двух весовых категориях у женщин сегодня, да, две золотые медали ушли к представителям Кыргызстана? Но это серьезная заявочка, скажем прямо. Потому что... Да, и такое ощущение, что у нее обе руки просто, ну, как говорится, да, сильные. Потому что, ну, есть у нас правая и левая, да, то есть правая у правшей посильнее, левая, соответственно, у левшей. А такое ощущение, что у Комбата она как амбидекстер просто дернула, и все, здесь шансов не осталось. Если честно, я просто в шоке, да, потому что, ну, это же финал, да, и сборная России, ну, надо сейчас собираться на Раяне. Ну, мы помним, вчера какой был у нас финал тоже, были дольные абсолютно. И, кстати, начало схожее было. Да, 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 первая попытка как раз была проиграна. Это был, наверное, финал, даже не этого чемпионата, а финал, который войдет уже даже в самое, наверное, захватывающий финал, который мы видели за все четыре чемпионата мира, которые вот проходят. Я в этом практически уверен. Ну, вчера тоже все его обсуждали. Да, и здесь вот сейчас готовятся спортсменки, настраиваются. Очень спокойная, да, Кымбат Нуржанова, и настроение такое хорошее, мы видим, боевое. Ну, такое спокойствие в ее глазах. Да, то есть нет вот этого вот ощущения, что спортсмен перегорает. То есть иногда бывает видно по эмоциям, по каким-то движениям, по действиям, что вот прям чувствуется психологическое напряжение. А вот видим, да, что Раяна Трофимова, она уходила как раз к медицинскому персоналу. Возможно, какая-то проблема с кистью была, потому что она ее так вот сжимает. Ну, да, мы прекрасно понимаем, что мозоли у масс-рестлеров, они срываются очень часто. И, конечно, небольшая медицинская поддержка, она здесь нужна. Ну, сейчас очень важна и поддержка трибун, надо просыпаться трибуном. Да, потому что на удивление сегодня они как-то чуть более притихшие. Да, потому что пока еще они, наверное, да, не пришли, что называется, в такой боевой настрой. Тоже не получили еще эмоции, которые нужны все-таки для подпитки такой энергии, да. И вот, Нараяна как раз берет накладку. Причем, насколько я разглядел, накладку берет она пока только лишь на одну руку, как раз на правую травмированную. Да, получила разрешение, потому что просто так накладку ты использовать не можешь, только действительно с разрешения медицинской коллеги, которая смотрит на твою ладонь. И, да, если там есть срыв мозолей, то тебе как раз дают возможность использовать накладку, ну, чтобы реализовать или не реализовать вторую попытку, но, во всяком случае, чтобы выйти на помост заново. Сверка как раз необходимой длины. Так, что-то тоже, кстати, рефери сначала не удовлетворен был, но потом, да, где магнезии руки покрыты, и теперь можно смотреть дальше. Как раз почему обрезают еще накладку и делают ее не длиннее, чем баланги пальцев, чтобы не было вот такой хитрости, чтобы не получалось ее обернуть вокруг палки, и чтобы не было мертвого захвата, который, ну, вообще просто выдернуть тогда руку невозможно. Ну, или палку из руки. Итак, вторая попытка тянет, тянет сейчас Кимбат. Нет, христок, да, был? Да, и была остановка. Но пока никому предупреждений не было, да, мы не видели традиционного. Вот сейчас, да, команда прозвучала. И перетягивает, перетягивает сейчас. 2-0. Да, правильно сработало технически Кимбат. Потянула она на Раяну в сторону, и та потеряла равновесие, коснулась уже плечом доски, и все, таким образом получилось, что попытка была проиграна. Давайте мы сейчас посмотрим повтор. Поздравляем, конечно, во-первых, Кимбат с золотой медалью. Тепло поздравляет любые спортсменки. Замечательная победа. Это вторая золотая медаль сегодня у сборной Кабистана. Очень знаковая победа. И еще мы увидим представителей этой страны, финалов. Мужчин, они также будут представлены. Вот здесь и старт-то вроде бы на Раяна выиграла, но дальше повела ее в сторону как раз Кимбат. Технически очень хорошо она оснащенная, да, и замечательную атаку именно вот в концовке провела, когда они уже обе пошли по доске направо, да, и все-таки впервые атаковала ее Кимбат. Вот мы здесь увидим. Вот с другого ракурса как раз. И вот здесь протянуло, да, и получилось буквально вот на тоненького. То есть она палкой протянула, но дальше уже ее вырвало. Ну и тяговая мощь, конечно, да, видно, что есть она, потому что первую схватку она выиграла очень уверенно. А мы переходим, да, уже к мужчинам. Весовой категории до 65 килограммов. Представитель Таджикистана и спортсмен из Египта. Сейчас у нас уже рядом с помостом. Исуф Махамад Шоев и Ибрагим Элашри Тарек Ахмед. Вот такое длинное имя у египтянина. Такой колоритный египтянин, очень такой вдумчивый, спокойный спортсмен. Мы видели его в утренней программе. Показал он себя очень с очень хорошей стороны. Посмотрим, что он сможет противопоставить спортсмену из Таджикистана. Исуфу Махамад Шоеву. Махамад Шоеву. Да, и много еще рекомендаций Юсуф получает. Мы так слышим. Советовали как раз, какой захват. Да, и я думаю, что вы тоже очень хорошо слышите. Наклони право, вытяни руку и уходи влево. Да, и сейчас именно тянет, упирается. Смотрите, Ибрагим. И прямо всем своим весом. И держит, держит сейчас Юсуф. Но потихонечку перетягивает, попытался перетягивать его на свою сторону. Обе стороны тянет, да. И выдирает просто, да? То есть не просто выхватывает, а прямо выдирает палку. И даже я практически впервые, наверное, увидел такие достаточно яркую реакцию от египтянина. Ну, упорно сопротивлялся Юсуф, конечно, держал так изо всех сил. Да, и вторая попытка будет гораздо, мне кажется, интереснее даже. И мы снова на связи, дорогие телезрители. У нас остается в весовой категории до 65 килограммов золотой финал. Ждем на помосте представителя сборной России Дмитрия Савина и спортсмена из Кыргызстана Бекмурза Токтошева. Сейчас мы смотрим, как спортсмены, да, подходят. Итак, на помосте Дмитрий Савин и Бекмурза Токтошев. Кыргызстан, Россия. Одно из самых принципиальных противостояний на этом турнире. Дмитрий споставляет у нас красную сторону, а в случае этих Бекмурза синюю. И сейчас будет первая попытка. Какой старт, да, и сейчас тянет Бекмурза и перетягивает все-таки Дмитрия Савина на свою сторону. Первая попытка за ним. Да, вот это... Сегодня как-то прямо так вот мощно и эпично, я даже скажу, выступает сборная Кыргызстана. Дмитрий Савин, ну, в этом году он поменял весовую категорию. Ранее он выступал в категории ниже, да, в 60 килограммов. Сейчас он в 65. Но, тем не менее, он чемпион России и заслуженно имеет свое место в составе сборной команды. И, как мы видим, здесь практически уверенно очень хорошо выиграл. Высоковато заступил, мне кажется, Дмитрий Савин. Вот здесь как раз на повторе, обратите внимание на его левую ногу. Вот здесь, да. И он уже носочками не смог упираться в доску. И, соответственно, его легче перетянул Бекмурза тактошев на свою сторону. То есть вот такие маленькие элементы, маленькие ошибки, они все равно имеют огромное значение. Ждем начало второй попытки. Видим, насколько как-то, чтобы серьезно настроен. И уже попытка стартовать, но без команды. Вот теперь, да, натяжение есть. Крайц. Да, взгляд Дмитрия. И на этот раз, да, 1-1. Рассердился, по-моему, сам на себя сейчас Дмитрий Савин после первой попытки. Да, он является трехкратным чемпионом России. И, конечно, ему надо составлять конкуренцию. Но никак не 2-0. Ему надо проигрывать, да, то если уступишь, то надо с честью защищать, честь сборную, да. Да, и сейчас как раз именно на его сторону упал кубик, что был бросок. И я вам скажу еще, что кубик, он достаточно интересный. Он не шашечками расположен, а такое вот ощущение, если вот вы две буквы «П» друг в друга вставите. То есть вот красная сторона и синяя сторона, они вот так вот друг друга облегают. И вот здесь, да, как раз тоже обратим внимание, что повыше начал подниматься Дмитрий. Но здесь была уже тактика другая. Здесь он использовал прием стойка, как раз тянул соперника на себя для того, чтобы его вот так вот перетащить на свою сторону. Здесь не была задача выдернуть палку. Вот он, да, на свой момент для атаки. И выдергивает соперника. Такой хороший угол был, как раз уперся плотно. И теперь интересно, во-первых, какой захват он возьмет и будет ли использовать такую же тактику. Потому что я так понимаю, что стойка это у него один из коронных приемов. А и скандирует его Дмитрий. И сразу же, да, уже дают натяжение. Но палка не была над доской, в которую упирают спортсмены. Вот здесь есть. И да-да-да, команда пытается снова подниматься. Сейчас Дмитрий и перетягивает соперника. Да. Ваня против Дмитрия Савина. И он становится чемпионом России. Не дал возможности Камане Кыргызстана закрепиться им это в золоте. Чемпионом мира, да, чемпионом мира. Извините, мы тоже волнуемся, переживаем за спортсменов. Эмоции, конечно, зашкаливают, как видите, да. До сих пор не может успокоиться, конечно, Дмитрий. И благодаря трибуну своего тренера поблагодарил Алексея Агапова. Ну, молодец, использовал коронный прием дважды. То есть, я думаю, что, наверное, и в первой попытке он тоже пытался это сделать. Но там чуть-чуть похитрее, может быть, так тоже показался. Но дальше все, молодец, собрался и реализовал. Давайте посмотрим еще раз повтор этого золотого финала. И здесь, да, сколько было напряжения еще до команды, потому что они уже начали тянуть. Здесь поднимается, поднимается и перетягивает соперника. Самое главное, что он сумел собраться, да, во втором периоде и смог переломить ход встречи. Было непросто, конечно, очень непросто. Казалось, что первый, первая попытка очень практически легко, да, взял его соперник. Да, и в свою очередь Дмитрию она тяжеловато далась как будто бы. Но финал он есть, финал. Ну да, тут легко не будет. Несмотря на то, что... Ну, во всяком случае, с такими соперниками, потому что, понятное дело, что ребята там из условного Камеруна, они пока нашим, конечно, серьезно уступают. Две схватки за третье место в весовой категории до 70 килограммов. Сейчас на помост вышли спортсмены из Туркменистана и Пакистана. Бегенч Реджепов и Шафат Уллах. Шафат в синей форме, Бегенч, соответственно, красный. И что примечательно, чем ближе к финалу, тем больше тейпов становится на спортсменах, потому что какие-то микро-повреждения все равно присутствуют. Ну, или многие просто страхуются таким образом. Очень упорная у нас схватка сейчас. Вытягивает Реджепов, так вот из рук прям выхватывает балку. Да, разорвал захват скорее, да, чем вытянул на свою сторону даже. Это тоже атака на кисти, это тоже одна из классических атак, да. Скажу еще, что есть такой момент. Вот мы вчера попробовали потянуть балку как раз. Ну, опять же, да, я первый раз для себя пробовал. Но мне было очень интересно, я всей своей массой старался перетянуть палку. А у меня соперник, он, мол, мастер международного класса, мастер спорта. То есть по этому делу, что у меня не было шансов. Он просто держал на кончиках пальцев. То есть настолько сильные руки. То есть я прямо вижу, что все, вот ладонь разогнута. То есть он держит пальцами, и я ничего не могу с этим сделать, потому что все, вот у него захват, а я тяну всем корпусом. Ну да, это, ну... То есть здесь просто очень похоже, да, ситуация была. Я прямо видел, что вот этот с пальцев скатывал уже. Бегенщи палку от своего соперника. Давайте посмотрим вторую попытку. Вы же очень упорно пошагали чуть-чуть по доске. И пытается именно скрутить вертикально. Есть, да. Вторая попытка также за Реджебовым. Груди, качнул вертикально палку, потом вернул обратно. И здесь уже было видно, что захват у пакистанцев стал послабее. Ну, молодец, очень уверенное выступление Бегенщи Реджебова. Вот, смотрим как раз повтор. И сейчас обратите внимание на то, что он попробовал вертикально поставить палку. И потом дальше вот попытка. И дальше уже соперника начал поднимать. Также по уровню подготовки этих спортсменов мы можем судить о том, что конкуренция в этом весе была очень высокой. Ну и, конечно, мы ждем на помосте финалиста нашего российского спортсмена Валерия Никонорова. Тоже очень молодой спортсмен. Мы его еще увидим. Но вот сейчас спортсмен из Сербии и Кыргызстана за вторую бронзовую награду в этом весе. Стефан Шпрох и Элдос Айтбайв. Элдос Айтбайв. Занимают спортсмены свои места. И захват выбирал у нас представитель Сербии. Чаще, естественно, тот, кто выбирает захват, выбирает захват внешний. Он считается более силовым. И, насколько вижу, здесь сейчас... Оу! Вот так вот. Силовой не силовой, а просто взял и перетянул соперника на себя. Опять же, скорее удивительно то, что спортсмены из Кыргызстана не в финале, а вот в малом финале, да, за бронзовую награду. Ну, видимо, потому что он поступил главному фавориту. Но еще вот я смотрю как раз на захват. Здесь захват, ну, скажем так, такой условно-неправильный, да, то есть когда ты попадаешься с таким захватом на прием ключ. Но здесь абсолютно не стали использовать каких-то приемов просто за счет силовых качеств или Элдос Айтбайв соперника перетянул. То есть иногда бывает, что спортсмены как раз ошибаются с захватом, да, и получается, что ты палку хватаешь снизу, и как раз снизу хватает же твой соперник. Потому что у нас разноименный захват так сложнее. Сложнее у тебя эту палку вырвать. Да, совершенно верно. Сейчас посмотрим, какой захват будет в этот раз. Кстати, тоже внутренний захват берет Элдос. Ну, видимо, да, прочувствовал, что сможет вытянуть соперника. Таких же украшек. Ну, вот так, да, ничего все-таки не мог противопоставить своему сопернику Штефан. 2-0 в пользу спортсмена из Кыргызстана. Элдос Айтбайв. Но впереди у нас как раз финал в этой весовой категории Пакистан и Россия. Но и здесь, конечно, уже можно так чуть-чуть забегать вперед, потому что мы прекрасно понимаем, что на данный момент все-таки Пакистан не такой уж и серьезный нам конкурент. Да, Валерий Никоноров сейчас выйдет на помост. Тоже очень молодой еще спортсмен, 23 года, Валерий. Является представителем династии масс-рестлеров. Его отец также очень известный спортсмен, атлет Николай Антонович Никоноров. Ну, и его сын продолжает спортивную династию и в этом году стал чемпионом России и заслужил право защищать часть сборной страны. Мы уже отмечали, что масс-рестлинг – это такой достаточно демократичный вид спорта. То есть не только в отношении того, кто им может заниматься, но и в отношении того, что спортивная старость здесь наступает достаточно поздно. Можно лет 20, а то и 30 даже вот им спокойно заниматься. Именно я имею в виду на высоком профессиональном уровне. Ну что ж, давайте смотреть. Валерий в синей форме, Али Ажар. Красный. Да, еще раз напомним о том, что у нас сегодня ждут также предварительные встречи в абсолютной весовой категории среди мужчин и среди женщин. И старт здесь сейчас такой прямо резкий попробовал взять Ажар, но было до команды, просто попробовал раздергать. И да, раздергивал, раздергивал и так вот легко, как пушинку просто выдернул. О, Валерий Николаев, пау. Счет 1-0 в пользу «Россиянина». Звучат барабаны, очень красочно здесь оформлены финальные поединки. Звучит традиционный хамус, барганная музыка. И это, конечно, придает такую экзотичность, да, всему происходящему. Ну, скорее, такая атмосфера такая сейчас создается. Это, кстати, впервые такое я вот вижу, да, на чемпионате мира. И мне кажется, эта идея имеет право на жизнь. Абсолютно отличная идея. Очень хорошая идея. Живая музыка. И сами музыканты, они тоже чувствуют и момент, нагнетают обстановку, дают ритм. Да, то есть, если спортсмены замедляются, они тоже замедляются. Если ускоряются, если надо разогнать, там, и аудиторию тоже, они тоже ритм ускоряют. А мы с вами смотрим вторую попытку как раз. И Никоноров очень плотно берет захват. И, да, также перетягивает Ажара на свою сторону. Чемпион мира Валерий Никоноров. 2-0. 2-0. Уверенная победа. Поздравляем Валерия. Всех болельщиков его, родных, близких. Я думаю, что отец тоже, да, смотрит и переживает все за юного спортсмена, ну, молодого. У нас еще два финала ждут в двух весовых категориях. Ну, вернее, еще поединки за бронзовые награды и схватки, предварительные схватки в абсолютной весовой категории сегодня. Очень богатая на события сегодня программа. Далее мы увидим схватки весовой категории до 75 килограммов представители Анголы и Венгрии выйдут на помост. Это представитель Венгрии Янос Андрос Пал и его соперник Марио Горини Чивока Закариас. Не совсем уверен в правильности очередности имени и фамилии, потому что, ну, как-то четыре слова где-то. Но я думаю, что двойное имя и двойная фамилия, я так надеюсь. Ну, посмотрим. Да, Чивока Галиня, таким образом получается. Да, и Янос Пал. Вот такая очень колоритная пара, да, прямо скажем. Янос Пал очень хорошие поединки показал в утренней программе. Такой мощный и достаточно прямолинейный, но эффективный. Ну, вообще из Венгрии тоже достаточно большая команда. С некоторыми из них мы живем на этаже. Ходят, постоянно тренируются что-то там, пробуют какие-то еще варианты. Полностью вовлечены, да, в соревнования, конечно, да. Ну, да, те, кто уже там, те уже, кто отсоревновался, они уже все, конечно, они выдохнули. Выдохнули, да. А, вот, давайте посмотрим. И вот так вот, да, тоже именно прием стойка использует как раз представитель Венгрии. Да, силовой такой прием, когда вся мощь спортсмена и его вес служат тому, чтобы просто выдернуть соперника на свою сторону. Да, ты таким углом становишься, получается, ногами упираешься повыше, чуть-чуть поднимаешься по доске, и потом дальше уже тянешь всем корпусом соперника, как раз вот такую вот букву «В» образуя из собственного тела. Да, и вот продолжу, как раз смысл, да, то есть те, кто уже закончили свои выступления, они, естественно, выдохнули, уже просто гуляют, ходят, смотрят и наслаждаются жарой в Якутске. А те, кто, вот, кому предстоит еще спать, вот прямо видно у них по глазам, они такие все уже там, уже вот внутри схваток. Ну, вот, кстати, до последнего представитель Анголы в палку не отпускал, но уже оказался на стороне соперника. Ну, ему надо сейчас что-то придумать, потому что если в такой же манере они начнут и вторую схватку, то шансов у него, прямо скажем, немного. Ну, да, и он ничего просто банально не успел придумать. А просто резкий старт. Ну да, все свои поединки он выиграл как раз вот Янас. Именно так, Янас. Да, молодец, уверенно очень сработал, и Чокоголиня довольствуется проигрышем, как говорится. Вторая пара спортсмены из Пакистана и Кыргызстана выйдут сейчас на помост. Бигжан Амуралиев из Кыргызстана и его соперник из Пакистана Ауранг Шах. Красиво звучит имя, фамилия, прям как-то вот сочетается чисто в звуковом соотношении. Да, вот как раз видим, спортсмены выходят, каждый на свою сторону. Сегодня чуть-чуть изменился регламент выхода, если вчера они выходили каждый один за другим, то есть сейчас уже на двух мостиках. Вот как раз представитель Кыргызстана на ваших экранах, Бигжан Амуралиев, еще раз скажем. А вот и его соперник. Спортсмены готовы к старту. Да, тут надо немного поправить экипировку. Разрешается использовать накладки на колени, на локте, тейпы также, как мы видим, ну и, естественно, тяжелоатлетический пояс. Но единственное, есть требование к тому, что в толщине этого пояса он должен быть супертолстым. Ну и в ширине как раз по высоте тоже есть. Да, 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 само собой. В корсете не выйдешь. И натяжение уже сразу же дает Амуралиев, но срывается у него захват. Да, и в итоге Шах выигрывает первую попытку, хотя, как мы видим, Бигжан протестует. Но мы сейчас посмотрим повтор. Да, и как раз я так понимаю, что протест был удовлетворен. Потому что по жесту рефери было видно, что поднял как раз руку с красным напульсником. Смотрим, что здесь было. А, ну то, что коснулся, да, и отпустил. Нет, первым просто отпустил палку спортсмен в синем, Ауран в Шах. Он просто отпустил первым. Сейчас вот посмотрите. Вот левая рука его откиднет. Да, тут не видно. Ну, видно, что да, что отпустил. А потом, да, все, уже Бигжан отпустил сам палку. Так что все справедливо. Счет 1-0 в пользу кыргызстанского спортсмена. Ну, сейчас за счет того, что, да, подан как раз протест. Сейчас отсмотрели, я так понимаю, повтор. И, кстати, что интересно, синяя сторона, то есть сторона как раз пакистанца, они тоже отдают протест на результат. Ну, максимально здесь могли бы дать, наверное, только спорный, но никак не проигрыш спортсмену в красном. Потому что, мне кажется, там все-таки в доли секунды первым все-таки разорвал. Но ощущение вот с этого ракурса, да, что вот буквально одновременно расцепился захват. Рядом со спортсменом чемпион первого соревновательного дня Азамат Асанов в своей категории до 60 килограммов, да, выиграл золотую медаль. Конечно, помогает своим землякам. Да, просто, да, вот такое присутствие уже, какие-то пару советов. Многие говорят о том, что достаточно просто руку на плечо положил, и спортсмен уже перестает гореть, то есть уже настрос, уже понимаешь, что с ним рядом команда, с ним рядом поддержка, и ему уже ничего не страшно. Да, и сейчас также, да, вот эта пауза связана с тем, что здесь было и два протеста поданных. Как раз нужно очень внимательно отсмотреть все, что есть. Да, вот как раз у нас судьи просматривают с разных ракурсов этот эпизод. Можно, естественно, отсматривать в замедленном повторе. Здесь никаких проблем. К сожалению, с другого ракурса у нас пока нет возможности показать повтор. Именно вот с того, где расцепились они. Поэтому приходится смотреть вот отсюда. Как раз вот эта вот маленькая камера, которая сейчас у вас на переднем плане, она и была отдана судье. Вот смотрим другой ракурс как раз, отлично. Спасибо большое нашим режиссерам. Видите, да? Ну, практически одновременно. Ну, практически, да, одновременно. Очень сложно здесь поймать, конечно, момент, даже несмотря на замедленную съемку. Так, я так понимаю, что решение вынесено, и решение вынесено в пользу киргизского спортсмена. Все-таки 1-0, да? Ну, вот по жесту рефери, он как раз махнул правую сторону. Да, вот 1-0. А, объявили, что первая схватка за Амуралиева. Но было немного нервно. Пытается занять более удобное положение. Бигжан. Кстати, в накладке, как мы видим на левой руке. И достаточно близко сидит Амуралиев. Поначалу, да, вот сейчас потянулся чуть подальше. Потому что от положения зависит очень много. И предупреждение получает сейчас Бигжан за то, что долго не может как раз занять необходимую позицию. Старт дан. И на свою сторону перетянул. Да, перетянул не только палку, но и соперника сейчас Бигжана Амуралиев. И такое ощущение, что там голенью ушибся Ауранг-Шах. Ну, серьезной травмы нет, конечно. Но победа, конечно, она уже во второй схватке, во второй попытке была безоговорочной. Да, тут уже без просмотров, тут уже все очень четко понятно. Жёж, наше поздравление. Остана из Кыргызстана забирает медаль здесь. Да, Бигжан Амуралиев, бронзовый призер чемпионата мира, четвертого чемпионата мира по масрестлингу. И мы предвкушаем главный финал в этом весе. До 75 килограммов борьба за золотую награду. Семен Ануфриев, Россия. И спортсмен из Узбекистана, Лазизбек Абдурахмонов. Заканчиваются повторы, а у нас спортсмены уже на помосте. Кстати, не самый большой послужной список у спортсмена из России Семена Ануфриева, да? Что может быть удивительно, но, тем не менее, смена поколения. Она имеет место быть и в масрестлинге. И Семен Ануфриев является чемпионом республики и чемпионом России этого года. И это его первый опыт участия в международном старте. Вкручивал палку себе в ладонь. Видно. Уже есть напряжение. И Семен перетянул соперника на свою сторону. Долго готовился. Но тут же правильно, да? Четкая подготовка на старте и затем быстрый результат. Только подошел к секундантам. В общем, такой спокойный Семен, да, не стал. Сильно не надо его даже подготавливать, настраивать. Есть первая попытка и дальше уже... Все, да, задача решена. Надо думать над следующей. Есть очень плотное натяжение. Ну, дальше, да. И перетянул. Ну, тут уже видно было, что Лазисбек сам понял, что поднимается и палку бросил. Жош, вторая попытка. Тоже так вот видно. Ну, каждый спортсмен, он всегда, у него есть какие-то свои особенности, свои ритуалы. Кто-то только с правой ноги на помост ходит, кто-то, наоборот, только с левой. И вот здесь, да, вот это вот вкручивание палки тоже в ладонь. Но позволяет, тем не менее, да, вот это вкручивание палки Семену Ануфриеву безоговорочную победу одержать за счетом 2-0. Завоевывает золото. Да, Семен Ануфриев приносит третью золотую медаль сборной России во второй день соревнований. Напомним, что первые две медали золотые забрали спортсменки из Кыргызстана. Так что 3-2 пока еще. Семен Ануфриев 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 Семен Анафриев 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 И вот его соперник из Кыргызстана, Руслан Бек, Улу Ченебек. Да, снова противостояние России и Кыргызстана. Ну и вообще, вот так же мы говорим о том, что в одном весе достаточно много может быть представителей одной страны. То есть здесь нет таких жестких квот, что вот у тебя только там один-два человека от страны в весе. Нет, здесь вот если команда заявлена, если команда побеждает, как мы опять же сегодня видели противостояние двух спортсменов из Монголии. Такое тоже не редко. У Павлова Черноградская замечательная возможность сейчас завоевать четвертую золотую медаль на четвертом чемпионате мира. То есть он выиграет все золото мира, что называется. И станет самым титулованным спортсменом. Действующий спортсмен, да, и действующий обладатель чемпионского титула. Вот здесь такой приподнялся, но это еще не старт был. И атака была. И да, все-таки как раз именно приподнимаясь, именно Павел перетягивает соперника на свою сторону. Павла мы вчера также видели на помосте для награждения, когда его ученик зашел на высшую ступень педестала почета. Он же и как тренер чемпион мира, да, а сейчас он на полпути к четвертому золоту Мундиаля. Да, и человек, видно, что просто живет масс-рестлингом, действительно, и тренирует, и сам действующий как раз, играющий тренер, как говорится. И мало того, что играющий тренер, он действующий чемпион. Абсолютно соглашусь, что вот почти четырехкратно. Полшажочка, да, остается. Ну да, но опять же, тут нельзя расслабляться, потому что соперник весьма и весьма серьезный. Треба восстановились. Очень небольшая пауза дается между попытками у спортсменов. Но и не дается очень мало времени, да, то есть нельзя сразу там через 15 секунд выпустить спортсменов на вторую, там, третью попытку, например. Ну и также, конечно, по количеству тейпов, по налокотникам, наколенникам понимаешь, что нагрузки очень серьезные, нужно страховаться. Проверка как раз ног. И тоже видно, что чуть выше поднимается Павел Черноградский. Готов он к атаке, да, моментальной атаке. И здесь тоже использует стойку и перетягивает соперника на себя. Здесь в какой-то момент уже дочиталось, что именно на этот прием заряжен. Да, показывает четыре пальца Павел. Четвертая золотая медаль, самый титулованный атлет в мире масс-рестлинга. Отдельные аплодисменты. Ну, это его фирменный, конечно, фирменный прием, стойка. Это его фирменный знак. И, конечно, знаково, что он выиграл четвертую золотую медаль именно при помощи стойки. И сделал ее безукоризненно просто красиво. Сейчас мы увидим повтор, и по этому повтору можно сделать учебный фильм по тому, как надо делать стойку. Да, смотрите стойку вот здесь и учитесь у Павла. Ну, и я надеюсь, что в следующем году он сделает своим фирменным знаком циферку 5 уже. Вот через один год. Там каждые два года будет чемпионат мира. Но в связи с известными событиями, в связи с пандемией, четвертый должен был пройти еще в 20-м году. Но вот не случилось. Но в 22-й перенесли. Следующий соревновательный год, скажем так, когда он будет выступать. И, кстати, сейчас очень много людей еще окружило. Павлом, видите, он провожает камера. Но там вокруг еще очень много-много людей. Легенда масс-рестлинга Николай Александрович Колодко. Это человек, который тоже в 90-е годы гремел на всю республику. И вот вытягивал, и здесь еще видно, что все мышцы рук еще были напряжены. То есть не только ногами и спиной тянул. И вот здесь как раз еще чуть бицепсом даже помог себе. Хотя мы часто говорим, что только бицепсом нельзя тянуть. Но здесь в стойке на конечной фазе, да, здесь это срабатывает. Наши поздравления Павлу. Да, и сейчас как раз торжественный момент перед абсолютным первенством. Да, давайте мы расскажем о том, что нас ждет именно в абсолютной категории, да, весовой категории женщины и мужчины. Среди мужчин у нас прошла жеребьевка, так же, как и у женщин, конечно. 16 спортсменов среди мужчин будут оспаривать выход финала, полуфинала. Ну, а у девушек 11 спортсменов. И всех мы увидим сегодня. Да, то есть сегодня это первый круг как раз, который пройдут все спортсмены. Ну, и поздравления, и вручают награды тем, кто внес свой вклад в дело развития масс-рестинга в России, во всем мире. Президент Всероссийской Федерации масс-рестинга Каил Гуляев. Сейчас будет небольшая пауза, связанная с тем, что подготовятся спортсмены, готовятся организаторы и запустят уже следующие попытки тех, кто претендует на первые места в абсолютной весовой категории. Да, вот, кстати, очень интересно. Вот просматриваем список, да, и первым номером стоит представитель Мавритании. Да, Брахим Сидди. Ну, вообще, кстати, заметил, что африканцев довольно много в турнире. Кстати, вот, вы, наверное, помните, Роман вчера такой был очень колоритный доголезец, да. Вот он, кстати, тоже будет в абсолютке бороться. Очень интересно будет на это посмотреть. Я думаю, что все зрители получат сейчас большое удовольствие. Конечно, это будут все атлеты самого высокого класса и, конечно, очень габаритные все парни. Такое, очень... Очень большой, да, очень тяжелый, скажем так. Вес и того, и другого. Да, вчера мы видели даже, как ломаются палки под натиском спортсменов. Но пока еще мы повтора такого еще не видели, кстати. Пока все здесь палки были целые. Знаете, я так расскажу еще тем, кто только увлекся, может быть, или только впервые смотришь такой масс-рестлинг. Вот мне казалось, когда со стороны смотришь, мне казалось, что палка, она такая вот увесистая. Но в самом деле достаточно легонькая палочка. То есть тут действительно вот задача не за счет массы палки перетянуть. Она, понятное дело, что там палка к палке, они чуть-чуть по массе отличаются. Какие-то чуть потяжелее, какие-то чуть полегче. Но в целом она такая сухая очень и действительно вот, правда, не тяжелая, скажем. И тут ты понимаешь, что действительно вот задача не за счет вот именно мышц там предплечья только лишь, да, удержать эту палку. А тут вот, если бы она была тяжелой, да, а тут за счет именно того, что ты борешься именно с соперником. То есть вот палка это такой снаряд, который таким тем или иным образом он передает твои импульсы, импульсы сопернику, ну и его, соответственно, тебе. То есть, да, атака и защита происходит. Да, это именно такой инструмент, а не, скажем так, да, а не там какой-то... А не предмет, который ты должен вырвать, да. То есть здесь вот действительно я просто, может быть, путанно немного объясняем, но хотим объяснить, что именно ты борешься с соперником, а не с палкой как таковой. То есть там не с грифом штанги, да, если в случае силовых, силового экстрима, например, того же самого, или там пауэрлифтинга. Да, то есть ты именно борешься с соперником, просто палка это тот инструмент, с помощью которого ты это делаешь. Да, совершенно верно. И сегейская коллегия сейчас работает, будут приглашены спортсмены на постамент. Болельщики сборной Кыргызстана. Их тоже достаточно много здесь. Ну вот только эти с флагом. Я сейчас так пробежался взглядом по трибунам, пока больше флагов особо не заметил. Готовят также инвентарь. Еще палки, они стоят не только в специальных отверстиях в доске на помосте, вот как сейчас видно, но есть еще и отдельный такой ящичек, в котором они вертикально воткнуты. И это как раз на случай, если палка поломалась, выскользовала куда-то, улетела далеко. Да, и соревнования у нас будут, соответственно, на двух помостах, для того, чтобы время не затягивать. Ну и, конечно, мы будем работать с вами по тому помосту, который будет у нас в эфире. Но если будет что-то интересное происходить на соседнем, то же будем вам говорить. Да, еще раз напомним, что среди девушек у нас будут представлены 11 спортсменок, а среди мужчин 16. И вот, кстати, выходят первые участники. Итак, начинается у нас соревновательная часть в абсолютной весовой категории. И сейчас девушки вышли первыми в Узбекистан и Таджикистан. Да, но это как раз на помосте А. А на помосте Б у нас будут мужчины. И мы мужчины вам покажем. Вот как раз там сейчас на картинке у вас видно, что девчонки готовятся. Да, представитель как раз Мавритании сейчас должен выйти. Брахим Сиддик и пакистанец Ахсан Павад Сиддик. Сиддик и пакистанец Ахсан Павад Сиддик. Пакистанец Ахсан Павад Сиддик. Сейчас будут соперничать друг с другом. Да, вот дождались мы как раз выхода спортсмена из Пакистана. Итак, Брахим Сидди и Павад Ахсан Павад Сиддик. Решил еще сходить за Магнезией дополнительно. Пока ждал, всю Магнезию стер. Мавританец вчера как-то так, скажем, безропотно, безальтернативно проиграл. Такое ощущение было, что он даже на старте палку уже отпускал. Но давайте посмотрим, как сегодня в абсолютке выступит. Да, кстати, мы увидим представитель не только там супер тяжелых весов, да, но будет выступать и Павел, к примеру, Черноградский, который стал чемпионом категории до 90 килограммов. И посмотрим, что он сможет показать против Исполина, к примеру, да. Да, это всегда интересно. Главный, наверное, фаворит здесь это Виктор Калибовчук. Да, мне кажется, вот у него конкурентов практически нет. Мало, да, скажем так. Будем более, скажем так, уважительно относиться к его соперникам. Записались, значит, думают, что есть шансы у них. Ну, само собой. Но здесь, как мы уже видели, Абрахим, он тоже верен себе, безропотно отпустил палку. И в итоге получилось, что вот Сидики как раз ее забрал. Давайте посмотрим, может быть, все-таки во второй попытке Абрахим как-то удержит, ну, чуть-чуть подольше палку. И какое-то сопротивление нам покажет. Нет, да, вот видно, вот он тянет, тянет, и все, и уже у него руки разжимаются. Но, с другой стороны, поучаствовал. Получил опыт. Да, попробовал свои силы. Ну, а Абада Сидики мы поздравляем. Опять же, с другой стороны, соперник был весьма и весьма проходной для него. Да, следующая пара. Сборная Таджикистана представляет эту команду. Каримбек Хакимов и сборная России Евгений Попов. Ждем как раз выхода спортсменов. Кстати, никак не покинет Абрахим Сиди. Место рядом с помостом. Прогулялся еще, посмотрел так по сторонам. И потом только решил, что все, ладно, уже все, что мог, да, сделал. Понравилось человеку участвовать на соревнованиях. Да, он, в общем-то, не ради победы, такое ощущение, а ради просто участия сюда приехал. Но тоже опыт, с другой стороны, абсолютно согласен. А у нас выходят как раз спортсмены второй пары. Евгений Попов и рядом с ним Дмитрий Попов, вот вчерашний герой. Дмитрий, кстати, его спросил, он сказал, что нет, я не буду участвовать в абсолютке. Там слишком большие парни, слишком тяжело с ними, поэтому не хочется. Настройка экипировки дополнительно, я имею в виду пояс. Да, и он, конечно, есть еще особые правила по тому, как ты держишь палку. Нужно быть как раз расстояние примерно в сантиметр от центральной линии и между ладонями также. Вот так вот. Евгений Попов, также представитель сборной России, представляет республику Саха-Якутия также. Молодой тоже совсем атлет. Ну, вот, наверное, один из тех участников, которые могут составить конкуренцию у Виктора Калибовчаку. Но мы смеем надеяться на такое. Все-таки без альтернативных соревнований не должно быть. Ну, да, да, соглашусь абсолютно. И это, в первую очередь, кстати, неинтересно и самим спортсменам. Они теряют мотивацию. Но здесь, вот, в первой попытке Евгений Попов очень легко выиграл именно старт. Прекрасно понимаем, что старт в масс-рестлинге один из решающих факторов. Да, и здесь тоже выигрыш старта. И уверенно, Попов забирает две попытки из двух. Прямо скажем, достаточно легкая победа для Евгения Попова. И хорошая разминка для следующего шага, да, и спортсмены сборных Венгрии и России. Алекс Веро и Павел Черноградский. Здесь, кстати, еще и увидим, раз, противостояние России и России. Ну, во всех случаях, в наших стартных протоколах именно так и записано. Ну, и, конечно, вот этот соревновательный опыт, да, любой, даже если у тебя был, там, легкий соперник, так или иначе, но все равно помогает. Потому что у каждого есть какие-то свои особенности, свои какие-то фишки, и ты все равно становишься более разносторонним спортсменом, когда соревнуешься даже с теми, кто пока тебе конкуренции ставить не может, как вот было в данном конкретном случае. Но, опять же, это все так кажется вот со стороны, что это там легко. Я думаю, что сопротивление все-таки большое, просто вот здесь умение еще выиграть старт, мы уже неоднократно это подчеркивали, оно решает очень много. Да, по-моему, дали отдохнуть, да, Павлу Черноградскому? Да, поменялась как раз пара, да, потому что следующим должен был выходить Павел Черноградский, но он только-только вот недавно провел свою схватку, поэтому чуть-чуть в протоколе порядок изменили. И вот здесь тоже как раз нередко вы услышите рекомендации из углов о том, что мощный старт. Мы, кстати, говорили о том, что в зал Вакас, интересно, он выходит выступать в очках, вообще это напоминает больше профессора из университета, а не масс-рестлера. Ну, такого очень в хорошей физической форме профессора из университета. Ну, в титрах неправильно, да, указан Авзал Вакас. Ну, да, здесь как раз Улукбек легко забирает палку в первой попытке. Улукбек Рызбаев повел счёте. Здесь вот потянул как раз то, что и просили от Улукбека в его углу. Мощный старт, хотя какое-то сопротивление, естественно, в зал ему указал. Вот здесь, да, на старте как раз попробовал прижать, и видно, что уже уходила кисть, и пальцы разжались, будто бы сами собой. Смотрим, вторая попытка. Опять, там уже сразу же мощное натяжение. Дает Улукбек и упирается, перешагивает при этом Макаса в зал. Придерживает, попробовал так вот раскачать палку Улукбек. Так не получилось, и сейчас всё-таки срывается у него захват. 1-1, вот так вот, дотерпел Авзал, молодец. Профессор сравнивает счёт, 1-1. Хотя было видно, что Улукбек, он прям вот качал и выводил себя на один из приёмов. И он будет выбирать, кстати, захват. Да, сейчас захват за пакистанцем. Очень упорное было здесь противостояние. Видно, что как раз использовал раскачку. В сторону слабого пальца пытался тянуть Улукбек. Ну а здесь, когда вот тянул правый, уже получилось, что больше в сторону сильного пальца, для чего-то большого. Может быть, и поэтому захват сорвался. Потому что здесь как раз, да, в свою очередь использовал вот этот момент раскачки. Очень грамотно Макаса в зал. И вот срывается захват как раз сначала с одной руки, а дальше ты уже одной рукой, которая палку держит, эту палку не удержишь сам. Вот тут такой вот тавтологии немного получилось, но по-другому не скажешь. Очков уже нет, как мы видим, да? Хотя первые две попытки он был в них. Ну, возможно, опять же, да, для масс-рестлинга тебе не нужно смотреть на соперника. Тебе нужно просто чувствовать момент в том числе. Сможет ли он сейчас перетерпеть атаку? И даже приподнялся чуть-чуть. И Рызбаев раздергивает соперника. Не получается. И в свою очередь молодец. Вакас уперся. Вот это противостояние. Вот это упорство. Пытается раздергать, расшатать сейчас. Потрясающий поединок. Действительно проходит. И мне кажется, сейчас даже... Ох ты! Срывает, срывает, да, захват. Это было мощно. Это было эпично, да, так ты сказал. А в зал Вакас. Причем, даже, да, у него была позиция не очень выгодная. Потому что палка, она зашла туда вот ниже за как раз доску, в которой ногами упираются спортсмены. И он все равно смог вот так вот развернуть и выдернуть. И такое ощущение, что, по-моему, потерял даже сознание. Сейчас немного так поплыл Лукбек Рызбаев. Максимальное было напряжение. Естественно, давление скакануло. Сейчас используют нашатырь. Ну, да, вроде пришел в себя. Естественно, конечно, еще и называется Медик. Ну, да, это... Ну, противостояние было, конечно, просто захватывающим. И, конечно, могло закончиться и победой как другого, так и другого. Но Вакас перетерпел и одержал победу. Ну, один из лучших поединков вечера. Да, и вообще стоит отметить, может быть, кто-то видел эти ролики. Да. 2-1. Напряжение сильное. Так вот, закончу мысль. Может быть, видели ролики, когда спортсмены таскают серьезный вес и потом отключаются как раз. То есть на становой тяге нередко такое бывает. То есть вроде бы даже штангу поставил, а потом сделал два шага и упал. Потому что очень серьезно прыгает давление. И вот здесь как раз произошло то же самое. Потому что напряжение всех мышц тела происходило. Но мощно. Было мощно и здорово. И даже вот сейчас видим, как Лукбека его отводят с помощью его команды. Его поддерживают два его секунданта. Да, мы смотрим повтор. Это было великолепное противостояние двух атлетов. И вот тут даже арбитр был готов дать спорный. Мне кажется, да. Потому что уже практически уперся. Вот эта палка уперся. Да, вот здесь вот видно, буквально считанные миллиметры остались. Так что. А если ты касаешься палкой с твоей стороны, то ты проигрываешь. А там вот было видно, потому что вот с этого ракурса тоже. Что чуть-чуть кулак двигался рядом. То есть он был не уперт в доску. Ну вот так вот. Мы нередко говорим, да, что все силы отдают спортсмены. Ну здесь это была явная иллюстрация. Да, и спортсмен из Монголии. Ади Атумур Тогобат. Ну и человек, которого мы ждем на помосте. Ждем в первую очередь, а проявит ли он какие-либо эмоции. Потому что человек максимально флегматичен. Олег Бин и Каджур Абдул-Хакиб. А вот он, да. Олег Бин. Ну вот здесь вот на лице хотя бы какие-то эмоции есть. И чувствуется такая небольшая, но тем не менее нервозность. Но его флегматичность, она, мне кажется, все-таки немного театрализованная. Ну, наигранная. Немного наигранная. Он играет на публику. Видимо, и на камеру умеет, в общем-то, подать себя, да. И это правильно. Конечно. Это единоборство. Здесь шоу, скажем так, да. Много света, зрителей. Конечно, для спортсмена это тоже очень важно, чтобы... Да, и, конечно... Смотрите, на захват тоже получается, что захват немного неправильный. И вот спортсмены говорят, что в таком случае ты попадаешь на прием ключ. Сейчас именно этот прием пытается монгольский спортсмен использовать. Но хват очень крепкий у спортсмена из Тога. И он, да, вот так уже поулыбался. И все-таки выдернул палку. Остался с ней. 1-0 в пользу Тога-Леса, да. Ну, с настолько, конечно, развитым плечевым поясом. И хват у него мощный. Видно еще, что предплечья тоже подготовлены. И ведь старт взял спортсмен из Монголии, да? Так он, да, он пытался и прием провести. Вот здесь, вот чуть-чуть, вот как раз вот эта улыбка показательная очень. Сразу вспоминаю фильм «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне, где там начало было очень трагическое, когда он девушку не удержал над пропастью. Вот этот парень, мне кажется, автобус готов удержать над пропастью. Да. И вот радость, кстати, да, эмоции Олег Бина. Ну что, 1-0 пока в пользу представителя Тога. Да, настраивают еще спортсмена из Монголии, что делать. Опять он забирает сейчас старт. И опять вот эта улыбка. И еще... Общается еще представитель Тога. И он так ждал, ждал, говорит, ну ладно, давай теперь я поатакую. Но шикарен, конечно, шикарен. Харизматичный очень спортсмен и очень интересный. Ну и побеждает, да, то есть все составляющие успеха. Да, в следующую стадию проходит Олег Бин. Но уже мы можем говорить в 16, значит, это 1-8. Он выходит в четверть в финал уже, можно сказать. Олег Бин и Куджор Тога. Ну и сейчас будет тоже не менее эпичное, надеюсь, противостояние Виктора Калибабчука и Эрчима Бапагай. Эрчим Бапагай это также представляет сборную республики Саха-Якутия. Он местный, да, чемпион тоже в больших весах, один из лидеров. И посмотрим. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Пусть. Пусть. Сфотографируйте, пожалуйста. Сейчас будет второй розыгрыш. Сфотографируйте экран, чтобы не забыть. Обязательно сфотографируйте экран. Итак, дорогие друзья, мы подходим к завершающему розыгрышу на сегодняшний день. Призав четвертого розыгрыша относятся к ювелирной земле от компании «Ру». У нас еще в протоколе указано, что будет три пары. И плюс еще, учитывая, что одну пару мы пропустили, Павел Черноградский, возможно, его как раз пару отправят в самый конец, потому что он выступал в одной из предыдущих стадий. И сейчас ему нужна пауза на то, чтобы восстановить. Ну да, то есть получается, что пополам как раз делится. У нас восемь пар, четыре прошло, небольшая пауза. И следующие четыре должны сейчас присутствовать. Число 425, 530, 604, 540, 68, 611, 444, 527, 454, 544, 323, 206, 507, 77, 522, 555, 395, 208, 603. Фотографируйте экраны и проходите за получением призов за сцену с правой стороны. Фомост А возобновляет свою работу. Фотографируйте тему зону. Продолжается у нас соревнование. И как раз ждем выхода Виктора Калибубчука и Эрчина Бапагая. Два представителя России. Да, Вязьма и Якутия. Будут противостоять на помосте, на центральном помосте. Виктор Калибубчук. Огромный богатырь из Вязьмы. Два метра, три сантиметра. Да, и вот как раз появился Эрчин. Нет, это Эрчин. Эрчин, да, я хотел сказать, что его начали приветствовать очень тепло. Да, и Виктор появляется вслед за ним. Вот он, Эрчин Бапагая. И Дмитрий Попов ему секундирует. Друзья, товарищи вместе занимаются, вместе готовились к чемпионату мира. И Виктор Калибубчук. Ему секундирует главный тренер сборной России Николай Ильяевич Константинов. Мне, кстати, интересно посмотреть, если так получится, если сойдутся как раз у нас представители Тога, Элик Бин и Виктор. Будет ли все-таки у Теголеса вот эта вот улыбка по-прежнему или ему будет тяжеловато? Ну, я думаю, что у нас будет возможность, да, это посмотреть. Ну, они близко как раз находятся по сетке, так что вполне возможно, что и пересекутся. Два россиянина на помосте. А, вот здесь, кстати, кинули претензию, да, от синего угла. Сказали, что очень широкий наколенник. Да. Он говорит о том, что должен быть 30 сантиметров, а слишком высокий, слишком большой наколенник. И поэтому нужно его привести в соответствие с регламентом. Ну, видимо, протест не поддержали. Ну, кубок-то, рассмотрите. Так, спортсмены готовы. Внутренний хват у Виктора Кали-Бабчука. Внешний хват у Эрчимя Бапагай. Но все-таки, да, не унимается все-таки секундант. И требует пересмотреть, конечно, вот этот момент. Есть вопрос регламента. Но, мне кажется, здесь еще момент не сколько с самим наколенником, а сколько именно вот еще со вторыми шортами. Да. Да, вот сейчас как раз Виктор подтягивает повыше. Да, ну, вроде все решилось. Здесь, я так понимаю, больше уже претензий к наколенникам нет. Ну, что ж, выбран захват. Ну, что ж, выбран захват. Как раз Мапагай с внутренним и Кали-Бабчук с внешним. Но на втором круге этот захват, естественно, будет изменен. Болеют за Эрчима. Эрчима. Да, да, и еще здесь получилось, что пока перетянул на свою сторону Мапагай палку. И вот так вот упирается, перешагивает. Сейчас топает по доске. Держит пока Кали-Бабчук. Очень упорное профессиональное. И вот здесь, да, пошел сейчас Кали-Бабчук. Вытягивает палку. Но сопротивляется Баб Пагай. Не дал возможности. Соскальзывает рука. И поднимает, да, правую, левую. Правую руку, да. Не правую руку, а... Ну, правую по отношению к нам, когда мы смотрим. Да, когда он стоял. Ну, да, да. Но все-таки здесь достаточно сложный момент для судейства, мне кажется. Хотя, нет, показывает, что все-таки 1-0 в пользу Виктора Кали-Бабчука. Да, хотя был показан еще спорный момент. Ну, там, наверное, все-таки лучше видел арбитр, который работал, да, именно на помосте. У нас будет возможность посмотреть повтор. Кто упал первым, да. Потому что они палку-то оба не отпустили. Но было так интересно смотреть, как руки соскальзывали у Ирчима. И он все равно палку не отпускал. Да, вот как раз хват, мне кажется, здесь его тоже, ну, внутренний, да, не позволил ему атаковать агрессивнее, да. У него, конечно, возможностей для атаки у него было меньше все-таки. А здесь уже Виктор сумел здесь разжать его пальцы. Вот в этот момент, да. И вот здесь, да, вот они поехали как раз вот сейчас руки. Но здесь падение, как раз и касание, мне кажется, все-таки было стороны Бапагая. Вот давайте с другого ракурса посмотрим. Вот это смещение в сторону. И вот сейчас будет видно, как руки поедут. Да, очень напряженный поединок. Вот этот момент как раз. И вот уже касание как раз именно было первое у Ирчима. Вот это, смотрите, да, отдал всего себя и Виктор Геннадьевич. Калибабчук уважительно называем. Абсолютного чемпиона мира, чемпиона России многократнейшего. Ну, а сейчас, соответственно, у Ирчима будет внешний захват. И интересно, какое противостояние будет при другом положении рук. Или он все равно выбирает внутренний? Нет. Конечно, внешний он возьмет, но он просто спрашивает, да, какой вклад. Какой рукой он. Да, да, какая будет сверху, какая сверху. Нет, внутренний не берет. Нет, он все-таки внутренний, да. Внутренний решил взять. Да. Интересно. Видимо, да, это его хват, да. Что называется. И постарается он, опять же, старт взять и за счет атакующих действий перетянуть, ну, вырвать скорее палку. Да, и начинает атаковать как раз. Да, очень атакует Ирчима Пагай, но опять та же картина, мне кажется. Съезжают тоже руки, но здесь в сторону он не упал. И все-таки вытягивает Калибабчук палку из рук соперника. Да, это фирменное празднование победы от Виктора Калибабчука. Целует он палку, так он, биржник, к ней относится. Он очень уважительно относится и к своему виду спорта, и всегда уважительно с соперником. Тут тоже пока еще слышим и видим диалоги с судейской коллегией. Ну, очень сложно, конечно, да, здесь. Что-то говорить, я думаю, что специалисты разберутся. Но, кажется, все-таки победа такая же, как и в первом периоде, да. Атаковал, конечно, сначала опять же Ирчим Папагай. Вот он, да, первая атака пошла, но вот здесь... Но потом, да, у него начали соскальзывать руки. И здесь показалось мне даже, что вроде съехала рука. Вот, может быть, именно к этому моменту сейчас претензия, потому что по правилам ты же не можешь захватывать кисть соперника. Но здесь на момент он не намеренный был, здесь просто руки начали съезжать в сторону. Поэтому, я думаю, что как раз выяснение именно этого эпизода происходит. Вот здесь палка уперлась, и получается, что кисть на кисть вроде как наехала все-таки в этом эпизоде, видно. Вот здесь, да, палец переложил. Кстати, да, здесь видно, что и Виктор Калибахчук, да, мы видели, как его рука, да, ну, большой палец мы видели. Но тут еще получилось, так вот, если смотреть, что все-таки у Эрчима, у него тоже ладонь наехала на пальцы соперника. Но мне кажется, возможно, здесь спорный момент. Именно спорный, когда надо будет повторить поединок. Ну, на экранах здесь у нас тоже видно, я думаю, что арбитры посмотрят этот момент. Непростой для судейского разбора момент. Да, и, кстати, я так понимаю, что действительно пока еще победа не признана, вот восстанавливает активно Эрчима. Счет 1-1, уже, то есть равенство в счете, потому что, вот, как мы видели, да, первым отпустил большой палец именно Виктор Калибахчук. Тогда хват полностью, ну, всех пальцев, да, был. А мне кажется, 1-1 это вот на женском помосте. А, или так, да? Да, потому что у девчонок сейчас как раз кидали кубик, а здесь, мне кажется, вот разбирают спорный момент. До сих пор разбирают, да? Да, да, да. Ну, то есть, да. У нас просто, мы, почему иногда вот со счетом ошибаемся, потому что мы ориентируемся на судью-информатора, у нас просто такая позиция, я зрителям рассказываю, что мы не видим, где табло находится, и поэтому нам приходится ориентироваться именно по, ну, если нет вот какого-то явного понимания, именно по тому, что дают нам на графике. Ну, вот здесь, да, эпизод как бы не закончен, потому что сейчас девчонки на соседнем помосте, они будут производить свою третью попытку. Вот у них как раз счет 1-1. А здесь давайте посмотрим еще раз, как развивались события с этого ракурса. Вот здесь, да, сначала упор палки, и вот начинает наезжать рука как раз Рчима вот в этом эпизоде на пальцы. Ну, да, кстати, здесь... Вот, вот, да? Да. Ну, и, само собой, не мог здесь, конечно, выдержать. Ну, здесь судебно, наверное, надо, да, разбираться. Все-таки соскользнула рука Рчима, да? Ну, Рчима, наверное, соскользнула первого рука. Но эпизод действительно очень непростой для разбора. Ну, а вот девушек как раз сейчас на экране было видно, у них там третья попытка закончилась. А тут очень длинная пауза получилась. Все переживают в команде, видно, чем закончится, потому что здесь вариантов есть несколько. Есть, что будет отдана попытка сопернику, отдана попытка тебе. Ничьих не бывает в попытках, да, либо будет попытка незасчитана. Главный судья соревнований Егор Ермолаев. Ну, и консультируется он с судьями. Судейской коллегией, да? Сейчас пока по жестам не очень понятно, принято ли какое-то решение окончательное. Подходит к помосту главный судья соревнований. Да, и сейчас, я так понимаю, что будет объявлено решение как раз всем судьям. Ну, естественно, всем действующим лицам. 1-1. 1-1 все-таки, да. А, вот, нам как раз поправился тоже судья. Да, судья-информатор как раз, да, сначала тоже сказал 1-1, а потом, да. Спорное решение переигрывается. Да, все еще счет 1-0 в пользу Виктора Калибовчука. Ну, а вот эта схватка, которую мы видели, она будет переиграна. Да, но здесь, действительно, я соглашусь, наверное, спорный это наилучший вариант, потому что очень сложно было определить, как говорится, кто прав, кто виноват, кто вот отпустил первый, чья кисть первой попала на кисть соперника. То есть, либо палец там, либо мизинец там, большой палец мизинец. Ну, давайте смотреть. Да, в общем-то, эпизод закончен, начинается эпизод новый. Продолжение следует... И точно такой же захват внутренний у Эрчима и внешний у Виктора. Видно очень плотный захват. В замок хватает Виктор Калибовчук палку. И да, сейчас пока еще не старт. Снова подстраивают, чтобы палка была ровно над доской. И есть, поехали. Старт как раз. Вапогай выигрывает, опять тянет, пытается переместиться по доске в другую сторону. На левый ушел Эрчим, но опять перетягивает Виктор Калибовчук на свою сторону. Снова перекрут чуть не произошел сейчас. И спорный момент опять. И предупреждение. Перекрут, да. Там был все-таки перекрут. Да, потому что палку по правилам должны закручивать не больше, чем на 90 градусов. То есть она становится четко вертикально. Если чуть дальше, то все, это нарушение. И тем более, да, внешний хват был у Виктора Калибовчука. То есть, ну, у него больше контроля было именно над палкой, да. И, конечно, предупреждение идет в сторону спортсмена с красного угла. Ну что, здесь тоже получается, что нерв опять оголен и накален. Как и вчера. То есть вот без каких-то таких драматичных, прям очень напряженных моментов не обходится. Но это здорово. Это всегда запоминаются такие эпизоды. Вот три попытки прошло и счет 1-0. А сейчас четвертая. Столько сил уже отдали, наверное, да? Атлеты на помосте. Ну, представьте себе, вот такая машина, да? 150 там килограмм. Против тебя. Да, и ты же не экономишь силы. Здесь их особо-то не поэкономишь, так рассчитывая. Ну, там, первые попытки, там, на 70 процентов. Перетягивает такое ощущение Калибовчук, все-таки, соперника. А уже во второй попытке на 100 выложить. Ты в каждой попытке выкладываешься на 100. И в итоге очень много тратишь сил. И с такой яростью бросили челлендж спорный, да, опять момент. Ну, мне кажется, ну, там тоже вполне возможен протест. Потому что вроде как бы практически легли оба уже. Да, да, да. Но они же и в первые попытки закидывали протест тоже был. Да. Там было не очень понятно, кто первый. Ну, посмотрим. Здесь как раз старт попытки. Вот перешагивали, переходили. В сторону. И вот тут, ну, с этого ракурса не очень видно, кто лег первым. Но тактику поменяли. Если до этого тянули и пытались использовать, скажем так, ручные приемы, то здесь именно за счет перемещения в сторону. Вот как раз отличный ракурс. Еще раз поблагодарим наших режиссеров. Давайте смотреть, что здесь происходило. Это, конечно, важно отметить, вот кто плечом первый коснулся. Мне кажется, на долю секунды все-таки... Арчим Бапагай, да? Все-таки он буквально вот коснулся. И сразу же в следующее мгновение Виктор Калибабчук тоже упал. Ну, опять же, да, пока протест заявлен, пока происходит пересмотр, спортсмены используют любую возможность для того, чтобы восстановиться. Восстановить дыхание, более-менее вести мышцы в порядок. Ну, а здесь, да, выговаривает как раз Арчиму тренер. Это, пускай вас не смущает, 1-0, это на помосте, где девушки борются. Да, ждут спортсмены судейского вердикта. Напряжение, конечно, висит сейчас в воздухе. Ну, такое, мне кажется, напряжение, оно больше именно у тренеров и у секундантов. Да. Потому что спортсмены сами, они же понимают, что, ну, здесь вот, да, ты сделал все, что мог, от тебя мало что зависит конкретно в этот момент. Поэтому восстанавливайся. То есть эмоционально восстанавливайся, восстанавливайся физически. А вот когда, если будет какая-то команда выходить на помост заново и бороться, вот тогда нужно уже включаться. И это, мне кажется, очень правильный момент настройки. Нет, это у девушек, да. А здесь вот судьи коллеги. Много работы как раз у главного судьи сегодня. Именно в этом как раз противостояние. Такой экспресс-разбор полетов. Тренеры подсказывают, что нужно. Да, ну и там, конечно, еще слышали мы голос Виктора. Если соперник упал, то есть, ну, в общем-то, считает, кажется, есть основания для этого, что попытка должна быть зачитана ему. Максимально внимательный просмотр. Покадровый, наверное, да, там уже просмотр идет. Замедленный, да, здесь просто можно понять, кто был первый, кто нет. Ну, как раз есть возможность и у нас посмотреть, тоже замедленный повтор. Вот здесь как раз другой ракурс. И еще раз тот же самый момент. Но тут еще момент такой, что палка, она практически уже ушла, скажем так, да, с упорной доски с этого. Ой, там у девчонок тоже похожая ситуация произошла. Аминь. Добрый день! Аминь. Ваше лицо. О, да, ваше лицо. Вот, наше лицо было. Вот, да. А, я так же делал. А, с ваше лицо, что у вас было, что у меня, что это, ваше лицо, Саняяеве Росене. Я, ваше лицо было как, что у нас есть решение, что у нас было как раз. Чемпая нахуй. Шел !!! Я, ваше лицо, Добро пожаловать в Казахстан! 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 с одной и с другой стороны. Но как-то вот так, куда сам Нурлан расцепил захват. Ну, видимо, сил уже не хватило только сдерживать натиск соперника. Вторая попытка. Камейхан берет внутренний как раз. Камейхан взял внутренний захват и Радков сейчас также сопротивляется сопернику. Внешне, кажется, не так много напряжения у Камейхана, но видно, что тяжело ему. И здесь тоже так вот по пальцам чуть-чуть скатывается сейчас у Радкова палка. И просто, да, просто тянет сейчас за счет силы. Камейхан этот снаряд. И в итоге захват у него разрывается, не получается. Он удержать палку. Радков чуть-чуть, может быть, покрепче. Казалось, что подготовил свои предплечья для того, чтобы палку не выпускать. Но так атаковал спортсмена из Монголии. Все время атаковал. Но и в итоге получилось так со стороны, что будто бы сам уже не выдерживал тот ритм атаки, который он предлагал сопернику. Тоже достаточно интересная пара. Будет следующий. Узбекистан и Камерун. Ривбек Толмасов и Фонга Клод Франсуа. Но пока смотрим, как заканчивалось это противостояние здесь. И вот здесь, да, вот начал скручивать. И видно, что пальцы потихонечку расцеплялись. И еще один рывок стороны Млады Радкова. У меня, конечно, эмоции от победы. Спортсмен из Камеруна Франсуа Клод Фонго и его соперник из Узбекистана Ривбек Итолмасов. Вот первый круг у нас завершается этой схваткой. Ну и традиционно в группу «Б» отправляются уступившие, да, в поединке. Ну а в группе «А» борьба за выход в финал. Да, достаточно много подсказок спортсмену из Узбекистана. Не пойму, за кого болеют. И вот здесь, да, попытка перетянуть. И Фонга палку упускает. Итолмасов 1-0 в пользу спортсмена из Узбекистана. Ну, помощнее, да, он и Маса. Он старт выиграл. Да, и просто получилось, что перетянул соперника на свою сторону. У девушек уже третий круг завершается этой схваткой. У нас вот пока только первые. Ну, у нас были такие длинные схватки просто получаются. Чуть побольше, конечно, да. 11 у девчонок и 16 у мужчин. Борьба за стартовую позицию. Внешний хват у Итолмасова. Фонга. Да-да-да, придержал Итолмасов порыв соперника. Выбирается. Ну, Фонга там уже несколько раз коснулся доски. И все-таки, да, все-таки проиграл. Проиграл безальтернативно тоже. Какой-то зепень. Наши поздравления Рюбеку Итолмасову. Чуть-чуть посопротивлялся Франсуа. Скорее, такой неудобный оказался. Спасибо. 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 Да, 2-0 и первый круг среди мужчин у нас завершается. Напомним, победителями в абсолютной категории в первом круге стали Сиддяки из Пакистана, россиянин Евгений Попов, пакистанец Вакас Авзал, тагалезиец Олегбин Икуджор, Виктор Калибабчук, Влада Радков, Сербия и Арифбек Итолмасов. Вот эти спортсмены будут претендовать на золотую медаль, на победу в общем зачете абсолютного чемпионата мира по масс-рестлингу. Да, сейчас мы с вами прерываемся на небольшую паузу и вернемся через несколько минут. Да, у нас ждет второй круг абсолютного чемпионата. Ждем спортсменов на помостах. Как мы говорили, в две группы разделены уже спортсмены. В группе Б будут участвовать те, кто проиграл. А в группе А победители. Ну а сейчас перед вами девушки. Это одно из главных противостояний в женском абсолютном турнире. Татьяна Баишева перед вами и ее соперница Кристина Кочесокова. Две спортсменки из России. Кочесокова, кстати, гораздо, наверное, титулованнее, но она в силу своего опыта она уже достаточно давно в масс-рестлинге. Татьяна Баишева не так давно. Она гораздо моложе соперницы, но начинает она очень активно атаку. И первую попытку она забирает. 1-0 в пользу Татьяны Баишевой. Да, у нас там на помосте Б как раз достаточно тоже такой интересный момент, потому что должен был соревноваться спортсмен из Мавритании против спортсменов из Таджикистана, но мавританец по медицинским показателям был снят и в итоге Крембек Акимов держал победу. Ну да, с группы Б начинают схватки мужчины. Тем временем мы можем посмотреть на женские, также баталии, да, схватки в абсолютке. Мы пока к ним не возвращались. Да, то есть сначала мы как раз еще расскажем, покажем тех, кто проиграл их соперничество, но потом перейдем уже к тем, кто выиграл. Но пока внимание девушкам. Кристина Кочесокова. Она является и победительницей этапов Кубка мира, и чемпионкой России, если не ошибаюсь. Ее соперница Татьяна Байшева ведет со счетом 1-0. Здесь упорное противостояние и перетягивает Байшева палку на свою сторону. 2-0. Мне кажется, она вышла в финал даже уже абсолютно. Ну да, на третий круг завершила, получается. Да, 11 спортсменок было, да. Видимо, это выход в финал. И в финале она встретится с Селданой Балатбековой, если я не ошибаюсь, из Кыргызстана. Да, и сейчас мы слышим приглашение как раз на помост Б. Соревнование у мужчин. Диэтумур Тагабад. Ну, видимо, и те, да? Видимо, взяли паузу. Здесь, да, у Лукбек как раз не явился. Наоборот, да, то есть, как бы Тагабад не вышел, соответственно. Да, и сейчас у нас поменялись помосты, то есть, соответственно, на помост А будут выходить те, кто проиграл. Группа Б, да. А на центральном ковре группа А. Те, кто выиграл. Да, логичнее будет показать, конечно, группу А, центральный помост, платформа Б, и спортсмен из Пакистана Фават Ахсан, Сиддяки и Евгений Попов выйдут сейчас на помост. Да, и как раз получается, что, как мы и предуполагали, Виктор Клебовчук будет соревноваться с соперником Истога, с Олегбином и Кужором Абдуль-Хаки. Что вот как раз это вот эмоциональное противостояние и будем ждать. Это уже стадия одной четвертой финала. За выход в полуфинал сейчас будут бороться спортсмены. Да, и если Евгения Попова мы сейчас видим, он там вот как раз на картинке появился у помоста. А, вот, как раз и через паузу все-таки Фават тоже подошел к помосту, потому что после первого вызова они то ли не услышали, то ли отвлеклись, были за кулисами и не вышли к помосту, в общем-то. Фават Сиддяки уже на помосте. Евгений Попов тоже готов. Да, и как раз напомним, что Фават выиграл у мавританца Сиддима Рахима. Ну, выиграл очень легко, там мавританец, по сути говоря, сам отдал победу в руки соперника. Ну, а Евгений Попов соревновался с Крембеком Акимова. Моментально вырывает палку Евгений Попов. Не дал сомниться в своей победе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На помост B приглашается Алисферобия, Авзальфагас, Пакистан Помост B На помост A приглашается Икоджор Абдулхаки Аликбин, Догу, Виктор Калибовчук, Россия Вера Алекс, Венгрия, Авзальфагас, Пакистан На помост A приглашается Икоджор Абдулхаки Аликбин, Догу, Виктор Калибовчук, Россия Виктор Калибовчук, Россия Виктор Калибовчук, Россия Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем нашу работу на четвертом чемпионате мира по масс-рестлингу. И сейчас покажем вам как раз схватку Виктора Калибовчука и Олегбина Икуджора. Да, действительно, абсолютно соглашусь я с студией-информатором. Два исполина. Как раз вот мы хотели посмотреть, какие будут здесь эмоции. И большое спасибо нашим режиссерам, что они показывают нам именно этот помост. Того против России. Ну, два, пожалуй, сильнейших атлета. Но, опять же, вспомним противостояние Виктора и Эрчима. Эрчим, кстати, свою попытку выиграл. Уже потом во втором круге. Ну, а сейчас давайте смотреть тут. Все внимание сюда. Упирается сейчас Икуджор. Вот до этого он также отдавал старт. Но сейчас не так-то легко ему. Да, но по-прежнему, кстати, даже с Виктором Калибовчуком он попробовал поиграть эмоциями, но все-таки Виктор, да, чисто на опыте, мне кажется, его переиграл, да, и заставил коснуться рукой доски. Ну, непростая схватка была для Виктора, конечно, да. Но, мне кажется, здесь Олег Бин как бы сам себе сложности устроил, потому что он отвлекся на вот эту эмоциональность, да, чуть-чуть потерял концентрацию. Сейчас можем посмотреть. Надо быть, конечно, предельно сконцентрированным именно на работе, да. Но здесь он позволил себе. Ну, просто до этого соперники ему серьезной все-таки оппозиции не могли устроить. А вот тут вот, да, он отвлекся, и дальше уже Калибовчук его на опыте переиграл. Вот, попробовал он как раз вот свой коронный прием, да, потому что он отдавал-давал, и он нередко именно делает вот так вот рывок всем телом назад. Но здесь нет, не получилось. Ну, кстати, у него нет золота чемпионата России, хотя он выступал, и Иван Галкин тогда выиграл Олег Бина. И Куджора, так что уже второе, может быть, поражение его от россиян. Виктор Калибовчук, конечно. У нас, кстати, сейчас вот за спиной как раз болельщики из ТОГА, они активно болеют за Олег Бина. Олег Бин вот посерьезнел, но вольно ощутимо. Ильбовчук берет внешний захват, или нет. Здесь и Куджор как раз. Ну, и опять же, да, смотрим старт. Да, то есть я абсолютно не сомневаюсь, что у Икуджора хватит сил перетянуть Виктора, но вот хватит ли опыта и техники. И да, смещается сейчас Калибовчук, пытался, да, выдернуть и тоже так заставить соперника смещаться по доске. Упирается оба как раз в доску и в доску. И видно, как она прогибалась. И опять, да, тем же самым приемом сейчас Виктор Калибовчук заставляет соперника потерять равновесие. И даже потерял он тапочку одну. Да, и здесь вот как раз это показатель, что силовые качества, это еще не все для победы в масс-рестлинге. Да, совершенно верно. Многоопытный Виктор Калибовчук одержал вторую непростую победу. Тоже надо сказать, очень серьезная, конечно, физическая мощь у спортсмена из Того, Олегмена Куджора. Остается еще одна схватка, да, во втором круге в группе А. Серб Влада Радков и спортсмен Узбекистана Арифбек и Толмасов. Они как раз соревновались на другом помосте, да, и как раз Арифбек и Толмасов одержал победу. Тогда у нас уже, получается, полуфиналы у нас ждут в абсолютке, да. На помощь В приглашается Евгений Попов. Вера Алекс, Евгений Попов, Россия, Алекс, Вера, Венгрия. На помост А приглашается Фонго Клод Франсуа Камерун, Каримбек Хакимов, Таджикистан. Спортсмены, выпускающие судьи и представители, пожалуйста, своевременно готовьте спортсменам на выход. Итак, центральный помост Б. Евгений Попов, Россия, Алекс, Вера, Венгрия. Помост А. Фонго Клод Франсуа, Каримбек Хакимов, Таджикистан. Фонго Клод Франсуа, Фонго Клод Франсуа, Фонго Клод Франсуа, Субтитры делал DimaTorzok Друзья, у нас полуфинал Как раз в абсолютной весовой категории Третий круг Евгений Попов и Алекс Вера Россия и Венгрия И вот первая попытка Евгения Попова Завершается удачно Да, Евгений Попов Представляет также Наш регион Республику Саха-Якутия Совсем еще молодой Но громко заявляющий о себе Спортсмен Как говорят, молодой, но очень перспективный Да Смотрим как раз повтор Пока В секунду выигрывает Все свои схватки, да? Ну, он мощный очень, да Как раз он за счет рывка Сдергивает сразу же практически С одной руки захват у соперника И, естественно, одной рукой Оставшийся уже не удержишь В следующем полуфинале Нас ждет встреча Виктора Калибовчука И Арифбека Италмасова Высока вероятность того, что Два россиянина будут бороться за золото Итак, вторая попытка И здесь, да, атакует сейчас Как раз Вера Алекс В своем стиле И, действительно, 1-1 Да, упустил сейчас старт Евгений Попов И уже Все Начинается заново Кубик и, да, на красную как раз Третья попытка Евгений Попов И Алекс Вера Счет 1-1 Но здесь уже, вот, когда Ты на этом уровне Здесь уже, конечно Чисто 2-0 выиграть очень тяжело Да, на соседнем помосте То же самое происходит Тоже счет 1-1 Как раз Камерун и спортсмен из Таджикистана Перемег Хакимов и Франсуа фон Го Ну да, вы слышали Тоже есть изменения Но нас интересует То, что происходит Здесь и сейчас На наших экранах Евгений Попов Аликс Вера Еще раз напомним Как вы видите Счет 1-1 Первую схватку Выиграл Попов Вторую Вера И тянет И выдергивает Да, отлично Евгений Попов Выходит в финал Абсолютной весовой категории Поздравляем молодого атлета Очень уверенно Забрал он решающую Решающую схватку Да, и еще У нас одна пара Естественно Виктор Калибовчук И Толмасов Россия и Узбекистан И потом дальше будет Уже финальная схватка Но финал мы увидим Уже завтра Да И за третье место И Складку за Золотую медаль В прямом эфире Опять же Да, это Завтра В абсолютке Сейчас просто Мы узнаем Как раз Имя второго финалиста То есть первого Уже знаем Это Евгений Попов Вот сейчас на ваших экранах Ну, учитывая Да, еще Все-таки Ну, что Виктор так С трудом Прошел-то В свои круги Пускай там Того же самого Легбина Удалось пройти чуть легче Но все равно Сопротивление Так или иначе Спортсмен из того Оказал На нашем экранах Как раз Виктор Клебовчук В упорной борьбе Победу одержал Фонго Клод Франсуан И его соперник Арикбек Итолмасов Узбекистан На центральном помосте Ну вот Арикбек Итолмасов И Виктор Клебовчук Заняли свои места Уже готовы И это полуфинал Да, совершенно верно На параллельном помосте Проходят тоже Очень эмоциональные схватки В борьбе за выход В малый финал В борьбе за бронзовые награды Абсолютно Я соглашусь сейчас Да, что сил было потрачено Очень много Но тут Вариантов нет Да, либо ты находишь Себе эти силы И продолжаешь движение Вперед Либо уже Движения продолжат Другие, да? Да, да, да Но здесь Да, достаточно Быстро Клебовчук Забирает палку Здесь Поменьше потрачено Да, близок Виктор К своему очередному Финалу В абсолютном весе И Его соперник Уже ждет Молодой Совсем Евгений Попов Сможет ли он Противостоять Такому гиганту Масс-рестлинга Буквально И Конечно По регали Виктор Калибовчук Вязьма Древний Прекрасный Город И Вот такой Богатырь Из старинных Былинных Да? Да Рассказан Ну что Передохнули Большие парни Давайте смотреть Вторая попытка Внутренний Захват Рифбека Но мы Видели Да Что Виктору Достаточно Комфортно Работать Во внешнем Наверное Даже Вопрос Кому Комфортно Работать Во внутреннем Потому что Внешне Берут Почаще Мы говорили О том Что Виктор Калибовчук Еще 2009 Года Занимается Масс-рестлингом Забирает 2-0 Да Здесь Здесь Такого Упорного Противостояния Уже Не получилось Я хотел сказать Что Победы к нему Пришли Не сразу Да Он Упорно Солк Своей цели Он Действительно Болеет Масс-рестлингом И Конечно же Мы Поздравляем Виктора С выходом В финал Ну что ж Друзья Вот таким Получился Этот соревновательный День Завтра Будет Как раз Самое Интересное И Самое Уже Значимое Ну а на сегодня Будем с вами Прощаться Для вас Работали Степан Посельский И Роман Гришин Счастливо Пока Синий выбирает хват Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...